Стопы у нас в контакте с полом, сидим на седалищных буграх, помним о том, что сознание надо контролировать и начинаем нагружать ткань силой 0 грамм пола зарастающей. Вы очень не торопитесь, чтобы не вызвать сопротивление ткани. 1 грамм, 2 грамма, где-то до 10 граммов. И в какой-то момент вы почувствуете то, что возникло движение. Движение пошло в эту сторону. Значит, вы вышли на тот уровень ткани, где ткань готова начать выполнять работу. Вы идете за этим движением, сопровождаете это движение. Все движение пошло вверх, пошло вправо. Вот остановилось вправо. Появилось движение, маятникообразное колебательное движение вправо, влево. Пошло в эту сторону, потом в эту сторону пошло. Пошло сюда. В этом месте растыло и стало совершать колебательные движения. Вы смотрите в этом колебательном движении, в какую сторону идет легче. Не будет направление лево и цифролически легче. Я сопровождаю в этом движении. И когда это движение готово идти в обратную сторону, я выставляю барьер силой, которая не позволяет этому движению совершаться. Сознание уходит глубоко-глубоко. Выставляем барьер. И эта сила, я выполню барьера 3 грамма. И эту силу я буду удерживать в течение всей процедуры. Я являются другие движения. И этот барьер я удерживаю. Я позволяю идти другим движениям, чтобы этот барьер в 3 грамма, предположим, или в 5 грамм, он постоянно присутствовал. И в какой-то момент, через какое-то время, я почувствую, что ткань начала меняться. И появится знак освобождения ткани. А знаки освобождения ткани какие могут быть? Знак освобождения ткани. Могут появиться тепло в ткани. Могут появиться отталкивания ткани. Ощущение отталкивания, как два полюса магнита одноименных вы соприкасаете. И они начинают отталкивать. Другой знак освобождения ткани. Может появиться глубокий вдох. То есть, произошло какое-то перераспределение в организме напряжений. И организм сделал глубокий вдох. Это говорит о том, что дошло до центров парасимпатических центральной нервной системы. И организм отреагировал. И позволил сделать глубокий вдох. Какие еще знаки освобождения? Могут появиться терапевтический пульс. Это ощущение, что ткани начинают удергаться с частотой, похожей на сердечную пульсацию, но не ритмичную. Если сердце у нас ритмично ударяется, тук-тук-тук, то появится пульсация, похожая на сердечную, но не ритмичную. Это тоже знак освобождения ткани. Может измениться химическое состояние ткани. Ткани становятся более мягкими. Мягкими, если бывает их состояние по типу жесткости, как пластилин жесткий. После того, как в размере пластилин становится более подвижный, более мягкий. Так и ткань. Какой-то раз почувствовать, что произошло размягчение тканей. Это знак освобождения ткани. Когда этот знак появился, вы ожидаетесь, пока процесс не завершился. Если глубокие вдох, то, в принципе, вы уже можете закончить технику, все пульсации уберете, пока она прекратится. И заканчивайте выполнение техники.